всем привет дорогие друзья добро пожаловать на завершающий обзор серии fps капов до под задержался но ничего страшного выходит и слава богу сказал бы я карта интересная давайте ее посмотрим сначала у нас просто стрейф падики я ее не проходил ну прямо у меня даже тайма нету как можете заметить но я ее как бы играл там поигрывал доходим до слика слик слава богу отображается как другая текстура далее у нас double jump и ки по ступенечкам по ступенечкам наверх еще еще один слик и тут змеечкой прыгаем здесь нам дают подсказка от маппера здесь нам дают ракету и плазму и здесь в этой дырочке только в этой дырочке здесь нету триггера дают гранату пол и далее нам нужно наверх мы нубским путем будем проходить первый раз ну второй раз мы будем проходить тоже нубским но рассказывает руку залетаем наверх прыгаем вперед далее у нас еще один стрейф который желательно аккуратненько пропрыгивать ну тут скорее нужно не то чтобы аккуратненько пропрыгивать здесь нужно он здесь нужно знать типа спейсинг знать скорости потому что иначе ты либо перелетишь либо сделаешь double jump на какой-либо из ступенек и это собственно чревато далее нам дают ракету и нам нужно кидать ракеты наперед и очень удобно лежит граната с плазмой в одном месте это прям очень классно комфортно об этом говорить естественно не будем забираемся и по с ракетами то есть можно не использовать плазму с гранатой можно просто с ракетами забраться сюда далее нам опять подсказка ну не такая ее можно и не заметить на самом деле ну ничего страшного здесь так понятно дают ракеты падаем вниз на рампу замечательные стены по которым очень понятно как стрелять ну и собственно финиш все такая вот карта то есть по идее карта как бы небольшая и у нас основные варианты по роутом есть во первых мы можем вот так вот все пролететь и залетать сразу на слика со слика выскакивать брать ракету гранату и если у нас достаточно скорости мы можем кинуть либо ракету наперед либо мы можем даже гранату наперед кинуть то здесь что что-нибудь кидается наперед чтобы максимально быстро добраться до верху при этом маппер нам любезно сделал здесь такую вот рампочку чтобы если мы вдруг вдоль стены поднимаемся особенности в ку-3 когда не так просто может быть довернуть например от стены и мы в любом случае вылетаем наружу далее у нас она у нас здесь у нас и нет и остается еще плазма так что с плазмы можно в целом если мы плазму подбирали а мы дамы да дамы в любом случае берем плазму мы можем сделать пгб туда то есть перелетать сразу на втрое падик по стрейфу здесь все понятно здесь никаких различий как бы я думаю разве что кто-то даблджамп на последнем паде сделает добираемся почти плохой 2x был забираемся наверх и здесь тоже несколько вариантов можно себя на вниз пихнуть и в целом надо будет надо быть это можем приходить себя вниз второй вариант как можно но этого никто не сделал по моему из того что я видел можно кинуть ракет вниз и затаймить его то есть прямо кинуть вниз и затаймить его с гб от рампы я этого делать конечно же не буду поэтому я пару раз попробую я не успеваю прыгнуть понимаю я поздно ракету сейчас кинул ну типа нет такой вариант есть у меня где-то демка лежит но я ее естественно брать не буду там написано квад но этот квад где и по на потолке то есть если мы задеваем потолок там где квад нам дают еще квад поэтому ракеты то есть нужно с одной ракеты долетать получается либо спейсинг себе как-то подравнивать чтобы этот клад взять то есть как-то вот так такие хоп квад почти взяли и с квадом дальше просто пушим до финиша но здесь ничего такого особенного но квад нам в любом случае нужен нужно квад дает очень многое квад дает прямо очень многое я не знаю зачем я еще раз я пошел прыгать давайте можно вот так типа ля-ля-ля такой бежишь такой ля-ля-ля ля-ля башку сделали бежим дальше плохо выскочил ничего страшного здесь верно слишком сильно нельзя стрейфить ловим по x тут при желании можно даже и 3x я думаю я не по-моему можно с ракет 4 так делаем руки джам и одна ракета у нас получается то как важно потому что дают нам на одну секунду ну тут тут наверно быстрее все-таки себя вниз одной ракеты кидать брать клад и потом долетать ну да такая вот карта не знаю но тут роутов я думаю мы все посмотрим в ику-3 представляете 20 демок не набралось в ику-3 14 демок в ику-3 я не ну давайте все смотреть чё теперь делать карта прикольная есть свои минусы как бы скажем которые бьют прям сильно в глаза прям вот есть такие зайти которые вот очень хочется поговорить не будем ладно уж не будем так антон петрович возможно какой-то из первых прохождений отправил сказал карта не очень отправлю что есть возможно в цпм он поиграл побольше получше посмотрим заодно сейчас посмотрим отличие цп в ику-3 отличие особо нет я так понимаю из-за того что кстати в чем проблема размещения если вдруг кто-то не понимает в чем проблема размещения в одном месте гранаты и плазмы во первых нужно смотреть как они поставлены то есть если сначала ставится плазма именно как по как бы по положению ты сначала берешь плазму а потом гранату то у тебя возьмется граната если у тебя автосвитч почти любой уважающий себя игрок в дефраге играет с автосвитчем потому что это удобно уж тебе не надо у тебе и так кнопок надо кучу жать вертеться и туда и сюда еще и если кнопки оружие жать конечно на некоторых картах это очень как бы полезно но она полезна в основном из-за того что маппер так решил ну либо какой-то недочет но в основном это не очень правильно то есть тут возможно это но невозможно наверное точно раз она где-то сбоку лежит это типа такой бэкап вариант то есть вот тебе гранаты и плазма с другой стороны как бы нанесла странное опять же решение ну у госта ничего не меняется так сказать с момента 19-20 какой-то 21 до фвц вообще ничего не меняется ура молодец антон петрович рэйвен поздравляем рэйвена давайте все поздравим напишем поздравляю рэйвена на минуту быстрее чем антон петрович но даже по кубикам по кубикам все аккуратненько тихонечко в ку-3 здесь тоже такой селит и змейку прыгать выпрыгивать а в ку-3 здесь вообще все на фрейм и я думаю каждые прыжочки идут потому что здесь как бы не среза нету ничего нету то есть карта чисто на техническое исполнение из-за этого вот этот в особенности туннель в ку-3 он очень дорогого стоит его как-нибудь намного ну через его как-нибудь чисто пройти либо даже да ну там можно например не приземляться но я думаю мы вариации увидим как бы в основном никаких срез там ничего такого нету тоже здесь немного упа и выстрел небольшие трудности возникают у нас у рэйвена здесь как и у антона петровича но место такое не самое приятное думаю в ку-3 нужно с одной ракеты долетать брать квад ну либо не брать квад тут кому как удобно может кто-то и не брал комп ломус 54 секунды неплохой стрейф за на самом деле в ку-3 сик можно было бы и убрать наверно мне кажется мешается граната наперед просто вверх поднимается выскакивает наружу но это да это походу рампочка для в ку-3 потому что там дальше по геометрии все подходит так отлично в ку-3 кстати можно не бояться по поводу дубл джампа просто строфить главное не перелететь словил ракету с гранатой словил ракету и опять же тут кстати целый бак но тут только один выстрел в отличие от предыдущего раунда на кваде на кваде целью от 52 52 стрейф пободрее намного бодрее все идет ну или тогда то есть тут но на слике именно как пока кажется на слике сликать вообще внутри не выгодно потому что я тупо в сторону там носит и все и скорости ты не особо получаешь проще пропрыгать его или проще убрать слик и просто делать в ку-3 там circle что вполне себе тоже ничего не как бы не развалишься так сказать неплохо словил чисто с плазмы залетел 2x от рамп и ну в таких случаях именно от рам от рампы не стоит стрелять потому что это очень ненадежно в таких как бы моментах когда вы особенно кидаете если конечно есть стены лучше использовать стены то есть кидать там в угол рампы ракету и вторым второй ракетой стрелять в стену это будет самый такой приемлемый вариант но даже сравнить как вот аймур выходит да здесь из с этого слика и как предыдущий молодой человек у нас вышел со слика разница на лицо вот хороший 2x залетаем ну скорее всего тут надо по ощущениям надо все-таки плазму брать то есть надо выключать автосвич брать плазму и плазмить то верху ну либо комбинировать дабы тлайт 59 ну я думаю посмотрим в ку-3 может быть это не сильно мешало но цпм и ракета летит быстрее я пока не особо замечаю о даже ракетой можно слиться прикольно я пока не особо замечаю как то не может быть слишком поздно гранату кидают но это в ку-3 и тут вопрос не слишком поздно когда дали так стать когда анимация прошла но не самый чистый не самая чистая ракета с плазмой много скорости но непонятно по стенам вот и но ты уже возле стены типа тебе уже можно стрелять или нет вот это непонятно и вот это особенно на финише это ладно в цпм может быть не так критично но там надо было прямо как будто написано что блин а я у стены я могу уже стреляют ракеты 49 4 шихуа или шихуа поправьте так сказать в комментариях если у вас есть такая информация ну да вроде стреляют сразу ну тут нет смысла не сразу стрелять угол не надо высчитывать ничего тут как бы особо смотреть на наперёд вань там кинула в уголок приземлилась примерно и хорошо очень хорошо словил вот кидает себя вниз 1400 ракет джамп от потолка и просто ракет джамп здесь вообще стены были посланы так сказать туши до темпу 48 0 хорошо поймал гранату очень хорошо залетел низко немножко врезался как но это пустяки хороший стрейф просто с ракетами залетает ну просто с ракетами будет по идее вы кутри наверно побыстрее потому что или не знаю вариантов много него не скажу как быстрее тут на именно смотреть именно тестить 45 и 3 брич это мы уже в топ-10 наверно ворвались очень хороший стрейф ну вот здесь в этом туннеле конечно да прямо в уголок плазму хорошо все прям чистенько красиво халф бит подъехал две ракеты наперед что как бы намного лучше чем одна и если ты сможешь сразу еще вниз упасть тогда вообще замечательно будет у тебя тогда и скорости больше будет с рампы и и залетает на финиш отлично отлично прокипоп 45 и 2 прокипоп последнее время показывает чудесные результаты хочет прямо в дырочку попасть а сразу ну да а чё сразу наружу вот и все какие рампы кого там чё еще с трейфить надо не так тут инвер так стать подъехал хороший 2x вот успел две ракеты ну да это это я нуб так стать душа я до финиша не доходил я там другую другие части карты играл 44 2 кет хорошо хорошо две ракеты иначе можно дать если они у тебя конечно есть хороший туннель хорошая граната вот с ракетой а можно можно наверно да как-то вот так себя пихнуть чтобы не тормозить наверное мне кажется можно что-то написывают мне вот сразу падает вниз правда ракета была как-то как-то он не очень так сказать профессиональненько отстрелился но пойдет хорошо тоже две ракеты но тут дальше по две ракеты видимо все будут успевать не было очень хорошо пролетел стрейф не запомним пока что ну мне кажется сликать это прям такое себе не то вот так тоже можно сразу в дырочку что даст тебе как бы больше скорости внизу но ты все равно если будешь иметь слишком много скорости все равно сможешь перелететь какой-нибудь падик 1500 прям замечательно rocket jump вообще не дал скорости что не очень хорошо и две ракеты от квада не успев poison 43.6 поздравляем poison стоп 3 poison показывает тоже хорошие результаты ну я всегда это говорил наверно ну poison всегда хорошие результаты показывал насколько я знаю я конечно не настолько старый отстрел ну да это будет ну вот отстрел просто назад будет побыстрее чем останавливаться и стрелять еще 300 на выходе спадов две ракеты наперед лесенкой сразу падает вниз 1300 1300 1500 сроки джампа и две ракеты успевают еще одна даже остается как тебе такое очень близко расположился enter второе место поздравляем enter а 43 608 ну тут у всех выку три вариантов нету ковыры и только граната наперед но там можно поинтереснее вещи в цпм придумать слава богу тоже две ракеты падает сразу вниз 1400 добрал 1500 руки джамп и две ракеты и не успевает можно было можно было от левой стены же шну ну шо такое дельта 42 и 8 я подозреваю тут две как у enter только на 300 быстрее так стать с двумя ракетами отклада с квадом но не уверен у меня кончилась вода очень высокая граната ну все рассчитано все посчитано ракетой в дырочку стрейф 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 две ракеты да ракету ракеты себя еще вниз можно ну да вот 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 ну вот enter вот у enter прямо напрашивалось кинь ты ракету вниз типа толкни себя вниз но вот как-то не знаю ну возможно не доиграл что-нибудь еще бывает всякое так никого у нас на двадцатом месте пар так сказать с одинаковыми фрейми нету поехали цпм посмотрим что цпм ребята у нас придумали кобра 43.4 цпм должно быть прям подинамичнее поинтереснее вот у нас вылет под 900 граната наперед я не уверен с какого места мы будем видеть прямо разнообразие но возможно мы сразу что-то увидим прям вот и приз за оригинальность дадим но это решаю так сказать не я или я я не знаю скорее всего без автосвитча молодой человек ну что переключился на плазму сразу ну либо нажал плазму хотя там тоже так может быть что ты нажал и тебе дают все равно гранату точнее ну сначала гранату а потом ты плазм то есть вот так сразу плазму вроде дали скорее всего с автосвитчем точнее без хорошая дамочка 43.2 пузо слава пузо ну в цпм тут все простенько вот тысяча скорости я думал сейчас ракета наперед пойдет нет граната ну ладно бывает не знаю специально или нет но под сбросил скорости ну скорее всего специально слишком много наверстку во 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 пузо это что такое вообще тут вообще никакие оправдания не принимаются две ракеты не успевает 43 2 ну бывает бывает целью от 42 и 0 с правым по сиркум пока что прыгают пусть с правым тоже вот ракета на период пошла пошла хорошо залетел но у ракету словим не очень хорошо но целом заплазмил нормально вот с авто свечи молодой человек но если тебе надо сразу стрелять то ты это самое если на сразу стрелять то можно даже и не успеть и начать стрелять не сразу а так как игра про фреймы нам надо все делать очень сразу так сказать хорошая демка электро боб украины 49 и 0 с гранатой наперед неплохо залетел хороший 2x ах чуть-чуть бы еще и сразу в дырочку вот б без авто свеча тоже играет молодой человек я не знаю может может я ошибаюсь и добрая половина дефрагеров играет без авто свеча но с высоты сказать своего опыта я бы порекомендовал играть все-таки с авто свечем потому что иногда ну зависит от расположения биндов но иногда вы можете пол секундочки пострейфить вместо того чтобы нажать кнопку переключения оружия если вы конечно не на колесика крутите кошаков 41 и 2 я еще торчу разбору демок молодым людям обязательно доберусь обязательно доберусь обзоров наверно больше пока не будет я лучше демочки разбираю подскажу ребятам конкретно по делу так сказать у ним немного на стрейфе там не доводил ну и сейчас вот 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 недоводы по стрейф на побольше стрейфа играть чтобы такого не было в плане надо просто выработать типа как мышечную память затрачивать побольше стрейфа при этом не забывать про пушки потому что неплохие ракеты потому что так стать по себе знаю когда много играешь стрейфа потом ты к пушкам типа но тяжелее но если совсем долго там например ты прям полгода играл чисто стрейф 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 тебя пушки потом очень сильно могут просесть если их не поигрывать хотя бы 49 вайпер дэваппер не знаю кто это может быть вайпер но тот вайпер которого я знаю он играл в кутри ракета на период скорость хорошая словил не очень хорошо но это все равно быстрее чем граната нарочно не набираем здесь скорость потому что можем сделать double jump но тут вот надо именно какую-то грань такую вот без автосвитча молодой человек тоже по дуге спускается мое почтение старая школа так сейчас сейчас мало кто так делает и очень хороший финиш торнер 47 так 1000 скорости ракета на период слишком высоко подлетел в этом случае можно просто не доплазмить чуть-чуть подлететь пониже начинает трофить пораньше это даст намного больше плюса чем пытаться быстрее забраться за этого потом там еще что-то почти перелетать кидается ракета вниз и игнорирование стен это да это проблема видимо многие решили не связываться с этими стенами потому что не знаю ну с другой стороны ковну привыкнешь как бы да неудобно но привыкнуть можно и как почему торт но торнера мы все знают торнер отличный игрок почему он стены игнорирует не совсем понятно так это чички да или кики чикли не знаю как правильник того кто по-испански или лякает хорошая ракета на период врезался что стоило в принципе очень много врезаться нельзя в цп но в которые тоже нельзя на цп это теряется прямо намного больше времени ну что в цп динамика сохраняется в целом хороший 2x отличнейший а тут немного перекрутил еле-еле долетел еле-еле все как-то еле-еле но тут мое почтение ну видно что игрок как бы свежий да так свежая кровь но да мы очень очень даже неплохо тридцать эти два капкорпу 39 6 капкорп не в этот раз один аквиза не давал но я и не просил как бы и там только под одним каким-то обзором написали что мол где данки виза но да ладно мне если честно не очень интересно как там виз проходит иногда лучше не видеть как проходит виз потому что вскрываются еще большие недостатки карты плохой 2x ракетой вниз 1500 на выходе возле стеночки две ракеты отклада не успел но 39 6 сделал роде 39 5 немного не добрал там видимо как-то не знаю очень странно получилось что это лишний прыжок получился на стрессе если честно упустил моментом то ли он слик да не использовал то ли чё хороший подъем вот у нас пользования стен и не использовал кваду а если квад и не нужен но скорее всего нужен наша квад очень благодарен так и жази не за это из египта ну да по-моему то ли вроде на куна слики не набрал то ли вообще не сликовая чисто не заметил хорошая ракета наперед очень ну мое почтение за граунд буст но очень долго пока вниз пока вверх пока вниз там еще это все на месте делается это это не очень хорошо вот этот момент мне нравится то есть можно отслиться ракетой и кинуть себя во первых быстрее достичь стены во вторых и о еле-еле во вторых можно сделать угол чуть-чуть вверх типа кверху и получается что ты себя еще вниз столкнешь то есть быстрее земли достигнешь и то есть можно прямо нормально вот это вот использовать 38 8 эффект антон петрович здравствуйте но в цпм судя по всему антон петрович поиграл побольше не добрал 1000 но это ничего можно всегда дострофить очень хорошо словил ничего нигде не задел ибо тут тут с этим роутом возникает тогда вопрос что быстрее то есть ты можешь роутом вот антона петровича например ты можешь там кинуть две ракеты очень хороший финиш мужкин две ракеты либо если ты кидаешь одну в стену то ты получается лучше одну ракету что если с двумя ракетами то есть ты получаешь скорость конечно да там на какой-то промежуток времени на что если типа нужно себе задавать вопросы всегда в таких ситуациях что если например вот этот она выглядит быстрее как вот египетский товарищ сделал но что если вот этот промежуток который ты летишь с большей скоростью и даже там быстрее до стены вот это все что если она себя не оправдывает потому что подъем высокий и нам выгоднее быстрее наверх забраться нужно такие моменты всегда сечь так сказать 38 7 enter хороший слик как-то очень слабенько залетел но я думаю больше сил нового q3 ушло хороший 2x опять себя вниз не кидает и не за череки это ракетами жадничать тут как бы вот и и чё ну как-то не знаю ну кривенько эндер ну ну чё такое бывает ладно арифа кто-то гарифа 38 5 почти 6 это типа руфа или не подожди кто-то кто был с похожим ником руфус был но это не он наверно так ближняя ракета наперед пошла жара пошла жара то есть вот это это прям намного быстрее а вот у тебя 200 300 просто вот так вот от чистого сердца те карта дарит если ты так делаешь две ракеты наперед что конечно гораздо быстрее типа змейкой но как бы нет потому что от этого вот от этого виляния она как бы если тебе так удобно пожалуйста конечно делай но это не быстрее и почему просто падать например и там да конечно ты чуть-чуть побольше скорости наберешь но вот как вайпер сделал с таким типа спиралькой падать это вот самая такая адекватная это кстати техника падения на рампа особенно если рампа где-то далеко внизу и у вас достаточно широкий тоннель для таких маневров 38 4 фракир поздравляем фракира стоп 10 я так полагаю какое-то место прям вот гранд бустом напрашивается ну да ладно тоже две ракеты 2 не очень хорошо была словлена зато сразу падает две ракеты здесь квад не получается взять но видимо вся карта настолько было по своим чекам видимо так повзвешивал типа квад не взял ты их уху с ним и так сойдет типа как бы да так а фракира такое место шестое поздравляю фракир 6 место ничего себе ну да вот бельгийц рифу наверное что-то знакомое так 38 0 хендри но тут видимо ребятки то есть тут из конкуренции только три человека и все они в топе поэтому тут интересный вариант подъема да но быстрее наверно будет все равно таки плазмить начинать плазмите на ты словил ракету как только начинаешь плазмить у тебя можешь сказать уже счетчик это сколько было ракет 3 у тебя уже счетчик так со тикает на моментом то финиш хороший финиш хороший но в любом случае мое уважение такие ракеты кидать сложнее чем куда-то просто стену и ловить с плазмой такие ракеты это надо прямо знать точечку не просто в угол стыка стены и пола так парки поп топ-4 ну то есть вот у нас тут никого нет то есть вот все кто все там кто был на прошлых раундах топчики они здесь не отправили видимо устали либо я не знаю парки поп 33 ну ничего страшного зато ребятки порадуются вот топ-10 попали ракета на период хороший вылет опять же в этом случае лучше либо как-то пониже плазмите попробовать на вы на вылете как-то скорректироваться либо не до плазмливать чуть-чуть потому что вот это вот да ты вылетел хорошо но то что ты очень долго потом приземляешься и тебе нельзя не скорость набирать ничего потому что просто перелетишь все лишь хороший да то есть такие моменты они ну они вот такие моменты с плазмой они по идее когда играешь прям карту плотно они выявляются типа в первые же там часы давайте скажем не буду говорить уж дни это уже на сразу типа решать такие вопросы это либо делается дэв мапом и по сейф позами просто тренишь это место с разными ауткомами как сразу типа сразу по-разному вылетаешь всегда по-разному ловишь всегда ракету то есть нужно понимать если ты хорошо слил ракету тебе надо там перестать плазмить вот примерно здесь и тогда ты вылетаешь типа нормально ну вот такой типа совет так сказать на будущее 362 райф третье место кстати поздравляем ракета в пол что как бы мое почтение ну либо вылетать вот настолько сильно чтобы перелетать либо не долетать но при этом чтобы тебя это не смущало что-то такой типа анимелый все не ты не можешь ничего делать но сейчас песен то пойдет по пизде очень быстро ракета очень хорошие но быстрые в плане по скорости и 2 800 на финиш лишь 36 и 2 нормально москаль на 600 обогнал между прочим москаль топ-2 поздравляем все москаля пишем поздравляю москаля кстати по поводу валидаторов я так немного затупил да все демки типа говорим спасибо рейну потому что рейн на себя взял валидацию демок москаль ничего не валидировал на этом капе поэтому москалю мы не говорим спасибо мы говорим москалю спасибо только за участие а рейну мы говорим отдельное спасибо за валидацию демок то что валидация демок это прям самое такое нудное 3 800 он побольше ракет у него осталось до финиш гораздо лучше и в чаркин 35 и 4 первое место поздравляем в чаркина сомнительные сомнительно вот это не быстро так сказать то что ground boost это конечно да но он там вот и роут египетского друга так сказать здесь видите в чем проблема вот этого то что ты с одной ракеты ты не можешь башкой удариться вверх то есть это это на прям потестить прям плотно потестить ну скажем понятно что для этого к по возможно никто прямо заморачиваться не будет но если бы это было до фвц какой-нибудь то тут на прям брать и тестить прямо засекать время потому что здесь есть типа ну есть моменты которые тебя смущают ну давайте посмотрим мы еще раз обязательно посмотрим под себя шичко 3 900 на финише класса но я думаю что овчаркин за счет финиша наверно вырвался здесь на смотреть ну что есть моменты которые смущают то что ты например просто долго летишь а если башкове башка врезаешься в потолок то ты летишь вниз быстрее как бы вот это вот спорная думаю здесь овчаркин потерял а на гб то есть но на именно на на спуске по тоннелю на рампу он как будто бы отыграл это обратно как бы ну тогда очень грубо говоря на глаз и вот это вот то что ты типа летишь что-то она мне кажется не совсем стабильно точнее не совсем быстро до отличные демки я не знаю ну сравнивать не будем побеждает так стать сильнейший то чем может у кого-то вот и ракетки получше по по техничнее сделал кто-то весь весной уран я шучу то есть ну москаля безусловно начала прямо отличная с этой ракетой в пол вовчаркина начала медленная там еще могут быть разницы по стрейфу то есть я ни в коем случае не пытаюсь сказать что там овчаркина плохой роут я пытаюсь сказать что в таких ситуациях когда роуты там типа разные в основных моментах карты это всегда интересно хотя бы так поразбираться для себя типа а что быстрее а что медленнее и я вам советую также делать если вы конечно планируете все еще так сказать серьезно играть эту игру давайте перейдем в бровзер посмотрим у нас результаты отправила всего 25 демок но можно было и 25 наверно посмотреть рейн отправил по 23 место 15 маку 325 сп поздравляем овчаркина с первым местом на этом капе и дельту и смотрим таблицу цп обязательно побеждает у нас райф и москаль поздравления самые теплые так сказать поздравления обнимашечки вот это все молодцы отыграли все карты кто не отыграл все карты вон гобли например показывал хорошие результаты но он две карты пропустил поэтому училить на 12 то же самое с капкормом но капкорм в целом до занимал где-то там возле топ-10 и вот это все про кип-оп третье место тоже поздравляем безусловно rain 4 и хендри занимает 5 а хендри между прочим новичок почти из австрии до смене флаг брат чё как дурак вот рейну давайте все вместе напишем в комментариях отдельное спасибо за проведение какие бы карты не были в любом случае то что проводится вот такая движуха это всегда приятно с картами до нужно просто нужно не на меня потом бычить что я хуйнино говорил нужно сделать выводы так сказать принять получивший получившийся опыт принять его идти дальше с этим опытом и потом этот опыт так сказать использовать понятно бывают разные ситуации почему как вышло но мы это не обсуждаем тут вопрос как бы мы получаем результат за этот результат отвечают конкретные люди в общем то вот и за спасибо рейну за валидацию спасибо за проведение капа спасибо всем маппером этого капа спасибо даже кому ладно она даже никому я уже не помню все карты нормальные пойдет к лисейской местности в общем то все всем спасибо всем удачи подписывайтесь так стать в телегу подумываю над тем чтобы постримить дефраг но это не точно возможно какие-то тимранчики либо еще что-то будет вот все всем удачи всем пока